Мы на муниципальном пляже. Поиграть в пляжный волейбол, понижиться на чистом песочке и выслушать небольшую лекцию администрации пляжа о том, что чистота – дело каждого из нас. Просит вас соблюдать чистоту на пляже. Не бросать на песок бытовой мусор, пищевые отходы. Опускайте все в урны, специально для этого предназначенные. Сегодня ночью море опять преподнесло неприятный сюрприз – большой выброс комки. Всю ночь работала техника МУПАКО. Уборка не прошла даром. Берег, конечно, не идеальный, но видно, что люди работали. Выброс комки – это беда каждый год, каждый сезон. У нас работает техника, вы видите. Днем мы ее вытаскиваем на берег, она у нас просыхает, а в ночное время мы ее погрузчиком вывозим на свалку. Каждую ночь по 200-300 тонн водорослей вывозятся за пределы пляжа. Трактор работает и днем. Огородили зону массового выброса и выгребают комку из воды. Тут же сотрудники муниципального предприятия собирают бытовые отходы. По 20 тонн за день вывозят на свалку. Но стоит немного пройти по берегу в сторону арендованных предпринимателями территорий и почувствуйте, что называется разницу. Упадок шаг за шагом. Сначала зеленая каша в воде, а затем горы зловонных водорослей на берегу. Лечебный пляж в аренде участников. Я уже сегодня задала вопрос администратору. Администратору ничего? Ну, здесь вот где я беру лежаки. И что они вам ответили? Ничего, они сказали, что это не их работа. Тут раз, почистить, если бы каждый куском бы почистил и вместе с городским муниципальным вот такого бардака не было. Орудия труда валяются тут же на берегу. Работать в такую жару, солнечный удар зарабатывать. Но отдыхающим будет, что показать друзьям. Фотография на память и впечатление об Анапе сформировано. Наконец, увидели оживление. Несколько человек убирают берег. Оказалось, не выдержали спасателя с поста. Вы сами по себе? А что, собственники этих пляжей не собираются убирать пляж? Не в курсе. Убирать некому, а торговать протухшей рыбой и рисовать тату сколько угодно. Те, кто предлагает сомнительные услуги, о правилах и законах не в курсе. Может, вы расскажете нам, как вы храните свою рыбу, которую здесь пытаетесь продать людям? Куда вы бежите-то? А медицинская книжка о том, что вы можете сделать тату и ничем не заразите детей или взрослых? Есть? Нет, этого не требовались нас. Мы нашли представителя арендаторов центрального пляжа. Открывать свое лицо и называть имя он не пожелал, но объясниться анонимно все же решил. Объяснение, почему такая грязь на пляже простой. Не мы такие, жизнь такая. И вообще это не к нам. Вот эта тина была на речке Анапки. На речке Анапки? На речке Анапки эта тина вся была. Потому что в субботу у нас был чистый пляж. Это проблема вообще города. Вот давайте вопрос поставим в городе. Муниципалы виноваты, да, что к вам пришла тина. Так получилось? Я не хочу говорить, кто виноват. Отдыхающие тем временем солидарны с городскими властями, намеревающимися расторгнуть договорные отношения с такими горе-хозяевами. Они же сдают, как вы считаете. Деньги за это люди платят, и немалые платят. Должны быть какие-то... Если вот у меня у клиентов есть магазин, рядышком территория, она убирается. И не дай бог там не будут цветочки посажены или снег не убран. А здесь какая? Такая же ситуация. Должны быть штрафные санкции, они обязаны отвечать.